Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире телеканала Next TV, на волнах радиостанции Next FM, а также на наших страничках в социальных сетях Archa Media выходит очередной эфир, который мы традиционно посвящаем злободневным, актуальным, волнующим обществом темам. И сегодня мы будем обсуждать закон об иноагентах, которые собираются принять в нашей стране. Нашим собеседником станет журналист, основатель платформы медиа и образовательной платформы Клоб Ки-Джи, Биктур Эскендерн. Биктур, привет! Рад тебя видеть, рад тебя слышать. Привет, привет, Максим! Взаимно! Ну что ж, вот действительно еще в 2022 году Надира Нарванова, депутат Жубург-Генеша нашей страны, инициировала законопроект об иностранных агентах, который многие эксперты называли практически калькой с аналогичного закона, который был принят в Российской Федерации. На твой взгляд вообще, к чему придет, если этот закон все-таки будет принят? Ни к чему хорошему он не приведет, конечно. И это просто очередная попытка властей сузить пространство для гражданского сектора и для СМИ и так далее. Другое дело, что получится ли у них это? Тоже хороший вопрос. Ну, во-первых, я все-таки не теряю надежды на то, что мы сможем отстоять и добиться того, чтобы этот закон не был принят. Прецеденты такие в истории Кыргызстана были, на самом деле, да, и первая попытка чего-то похожего на законопроект об иноагентах, на самом деле, была предпринята еще в 16-м где-то году, если я не ошибаюсь. И тогда депутаты в основном проголосовали против. И так же было еще с несколькими попытками репрессивных законопроектов. И мы помним, как долго принимали вот этот дурацкий закон о фейках. Тоже не с первой попытки это депутатам удалось. И я все же верю в то, что в Кыргызстане остается простор для борьбы. И борьбы, я имею в виду гражданского общества, с репрессивными мерами, которые власть пытается предпринять. Я думаю, всем этим пространством следует пользоваться максимально, насколько можно. Я считаю, что это в интересах вообще всех людей в Кыргызстане сейчас максимально мешать депутатам этот закон принять. Потому что он противоречит вообще и основам прав человека, и духу букви вообще всех конвенций, которые мы когда-то приняли. Про Конституцию я промолчу, потому что у нас Конституция была принята тоже сомнительным образом нынешняя. Но как минимум он противоречит духу того, каким путем Кыргызстан вообще-то пытался идти все эти годы и пытался развиваться. А сейчас все это тянет нас назад. Скажи, вот на твой взгляд, за последнее время, то что мы, по-моему, на нескольких десятков пунктов понизились в рейтинге как раз-таки стран со свободой слова, процесса затыка, нападки на 24 KG, нападки на кактус-медиа. Для тебя это не является какими-то вот как раз-таки, ну не знаю, флажочками того, что все-таки мы медленно, но верно идем к ситуации, которая довольно близко знакома нашим соседям и нашим стратегическим партнерам, скажу я корректно и мягко. Да, мы туда идем. Я думаю, что главная причина в том, что мы в ходе каждой из революций, которые были в Кыргызстане, мы не достигали главной цели, которую следовало бы достигать. И это, в первую очередь, борьба с организованной преступностью. К сожалению, в Кыргызстане именно организованная преступность имеет сейчас самое большое влияние на политику. Как бы это ни было грустно вообще осознавать. И то, каким образом нынешний президент Сандр Джапарев пришел к власти, я думаю, что тоже надо это дальше исследовать. Но, как минимум, то, что мы знаем, это случаи угроз депутатам парламента в начале октября 2020 года и давление на них, тогдашним депутатам парламента, чтобы они именно Джапарева выбрали премьер-министром. Я считаю, что это было как раз таки признаком того, насколько вообще нынешняя власть, к сожалению, связана, скорее всего, с криминальным миром. И признаком того, насколько криминальный мир имеет влияние вообще на нашу политику. И я уже молчу про то, что теперь у нас Джапаров ходит на открытие всяких объектов с Хабибулой Абдукадыром, который очень много денег в Кыргызстане нелегально заработал. Который вообще стоит во главе одной из крупнейших таких группировок, которые занимаются очень нелегальными вещами. Я уже молчу про то, что и предыдущие власти, в общем, тоже тем или иным образом запятнали себя именно связью с криминалом. И, к сожалению, так получалось каждый раз, что когда мы в Кыргызстане после протестов добивались смены власти или аннулирования результатов парламентских выборов, как в 2020 году, мы, люди в Кыргызстане, не доводили этот процесс до конца. И мы не шли дальше. Мы не занимались условным свержением Камчика Ольбаева, например. Непонятно, с какой позиции его свергать, но я думаю, что его влияние на процесс в Кыргызстане тоже нам нужно всем слабить. И в этом реально очень большая проблема. И когда в стране происходит вот такое вот сращивание криминала с властью, то неизбежно будут именно вот такие вещи, которые происходят. И в России именно это и произошло. То есть Россия – это яркий пример того, как криминал стал, собственно, властью. И действуют они абсолютно каким-то там своим преступным понятием, да. И результаты очень плачевные. Когда настолько глубоко проникает криминал во власть и при этом имеет еще огромные ресурсы, то страна вот может начать войну, как это Россия и делает. А потом еще вовлечь другие страны в это, использовать их территорию для нападения на другие страны, как они делают это с Белоруссией. Или использовать какие-то страны для того, чтобы обходить санкции, как она делает это с Кыргызстаном и Казахстаном. И поэтому я вижу в этом всем, на самом деле, ну, свинья очень больших политических процессов, глобального масштаба буквально. То есть свободный Кыргызстан, он не нужен кому? Он не нужен нашей организованной преступности, которая зарабатывает большие деньги на наркотрафике, которая зарабатывает большие деньги на контрабанде товаров из Китая, дальше, да, в другие страны Центральной Азии и, наверное, в Россию тоже. Им, конечно, выгодно, чтобы Кыргызстан оставался такой коррумпированной, бедной страной, в которой как бы есть послушные им люди во власти, которые будут обеспечивать их дальше, бизнес их чтобы процветал. И плюс свободный Кыргызстан не выгоден как раз той власти, которая воспринимает свою власть именно как способ зарабатывать деньги. К сожалению, пока что все почти, кто был у власти в Кыргызстане, они, по-моему, относились к власти именно так, что это для них бизнес в первую очередь. Ну и плюс свободный Кыргызстан не нужен, собственно, от России, нашему, как ты его называешь, главному стратегическому партнеру, которому тоже нужна вот такая вот коррумпированная дырка не так далеко от них географически, через которую можно будет завозить в свою страну дроны, микрочипы и все прочее, что им там нужно для того, чтобы убивать мирное население Украины. Поэтому, к сожалению, для того, чтобы вот сейчас все эти процессы остановить, которые в Кыргызстане идут, нужно очень много усилий прикладывать. Нам нужно, естественно, на своем уровне бороться в пределах страны, жителям Кыргызстана. Но я боюсь, что нужно, на самом деле, нам как-то сплачиваться вообще всем миром для борьбы вот с этим большим всеобщим узлом, которое поглотило очень много пространства вообще в целом в нашем регионе. Слушай, вот ты сказал про борьбу всем миром, и я сразу, ты знаешь, не могу не отметить, что пока, несмотря на, ну, действительно, скажем так, ухудшение ситуации со свободой слова и с многочисленными политически мотивированными процессами, там, Кирабадское дело возьмем, так называемое множество других, да, каких-то вопиющих случаев, пока наши международные партнеры, кроме озабоченности, ну, никаких, они выражают крайнюю озабоченность, но никаких действий не предпринимается. На твой взгляд, действительно, мы можем рассчитывать на какую-то международную поддержку, чтобы убезопасить себя, гражданское общество, от скатывания в какой-то, ну, прям уже такой весомый тоталитаризм? Ну, я бы очень хотел, чтобы эта поддержка была, но, к сожалению, действительно, у меня складывается ощущение, что немножко на Центральной Азии вообще все за денег. И то, что я, например, последние пару лет стараюсь, в основном, находиться в Восточной Европе, в том числе и в странах Евросоюза, я это делаю в том числе для того, чтобы наш регион и наша страна, в частности, были более видимыми в этом пространстве. Вот, потому что я просто понимаю, что одни мы не вытянем эту борьбу со злом. Нам в любом случае нужно искать союзников. И, к сожалению, в мире не так уж много вариантов для союзников осталось. И, наверное, для Кыргызстана единственные союзники, которые действительно подошли бы нам сейчас идеально, это Евросоюз и Штаты, и НАТО. Я вообще мечтаю, чтобы Кыргызстан в НАТО вступил. И при том, что я очень критично отношусь как к Штатам и к Евросоюзу по очень многим вопросам. Вот, и далеко не все нравится, что эти страны делают, и что в них происходит. Но мы, как знаешь, как вот страны Восточной Европы в период Второй и Первой войны, так и мы. Нам приходится просто выбирать меньшее из зол. И какими бы они ни были эти страны, тем не менее, это все такие страны с действующей демократией, с многопартийностью, с конкурентной политикой и с независимыми судами. Хотя бы только из-за этого я думаю, что с ними гораздо больше имеет смысл сотрудничать. Потому что, ну, все-таки как ни крути, все лучше, чем дружить с Россией в любом случае. Или с Китаем. Но есть и действительно эта проблема в том, что этим странам, похоже, не так интересно. Пока что наш регион не так интересен. Если этот эфир будут смотреть представители посольств, которые находятся в Кыргызстане, посоль стран Евросоюза или Штатов, или посол Британии, то я просто очень хочу, чтобы они услышали мои слова, что как раз-таки наоборот есть большой смысл усилить сотрудничество этих стран с Центральной Азией, особенно с Кыргызстаном. Потому что раз уж мы боремся, раз уж мы решили и поняли, что наш общий враг сейчас это Россия, то надо как бы, ну, бороться вместе. И надо кольцо союзников вокруг России строить сильнее. И надеяться на то, что там наши власти вдруг резко поменяют свою риторику, к сожалению, ну, это можно, только если они увидят в этом какой-то, наверное, бизнес-интерес. Но гражданское общество в любом случае, я думаю, нуждается в поддержке, как минимум для того, чтобы мы продолжали эту борьбу. Потому что от этого зависит ситуация во всем мире. В конце концов, те бандиты, которые у нас зарабатывают деньги, вроде того же Абдукадыра, они потом эти деньги тратят в Штатах, Британии, Германии, в Эмиратах и так далее. Они коррумпируют эти страны тоже. Поэтому я думаю, что это в интересах налогоплательщиков этих стран. Знаешь, как сейчас уже начали публиковать некоторые сайты, списки, типа уже списки на агентов. Естественно, Клоп там попал в первую очередь. Из-за финансирования со стороны Штатов или Неда, или Сороса, или кого там они там еще называют, да? Виктор, ну, раз уж ты об этом сам загорел, давай вот здесь остановимся поподробнее. Действительно, один из ресурсов, так называемый СтанРадар, не успели закон принять, а он уже, опережая, что называется, событие, публиковал список предполагаемых агентов, куда вошли действительно издания Клопки ИДЖИ, куда вошли некоторые персоналии, такие как Адиль Трудукулов, Равшан Джейнбеков, политик, который сейчас находится в заключении, Рита Карасартова, которая тоже находится в заключении, и огромное количество, там, правовая клиника Адилет. В общем, знаешь, такое ощущение, что взяли всех тех, кто не молчит по-прежнему, и вот в этот прекрасный список включили. Как ты думаешь, стоит ли ожидать вот тем людям, которые появились в этом списке, какого-то давления в ближайшее время? Людям и организациям? Да, конечно. Сейчас вообще, я думаю, всем, кто хоть немного обладает способностью критически мыслить и навыками медиаграмотности в Кыргызстане, следует ожирять давление. Потому что вот такая у нас сейчас власть. Единственное, что хорошо, что она у нас сейчас очень прямолинейная. Но если кого-то собирается мочить, похоже, что она это напрямую просто берет и попытается делать. Другое дело, что получится у нее или нет, неизвестно. И в этом плане, наверное, проще. На многоходовочке они, кажется, не очень способны. Слава богу. Но да, они абсолютно открытые, неприкрытые в последние годы занимаются давлением на гражданское общество, на любых критиков власти. Поэтому власть при этом есть за что критиковать. За просто огромное количество причин. Да, за что? Вот. И несомненно, все, кто в этом списке... Я не знаю другое дело, откуда этот Станрадар вообще взял этот список. Как бы непонятно вообще, кто это такие. Я даже не знаю, что это за сайт, если честно. До сегодняшнего дня о нем не особо слышал. Вот. Но другое дело, что в других таких помойных изданиях давно уже нас вечно как только не называют. Поэтому, с одной стороны, нам не привыкать. С другой стороны, естественно, да, надо быть на стороже. Надо ожидать того, что любой, кто сейчас в Кыргызстане хоть как-то критикует власть, может оказаться там же, где сейчас находятся люди, которые по Кимберабадскому делу идут. Ты знаешь, у меня такой вопрос возник. Довольно часто, когда... Ну, в особенности, когда сейчас идут разговоры про этот закон об иноагентах, власть эпилирует к тому, что действительно многие перечисленные и СМИ, и персонали так или иначе получают финансирование, ну, давай огульно назовем, Запада. То есть участвуют в каких-то грантовых проектах и так далее, и так далее, и так далее. И, естественно, ну, как бы это довольно весомый аргумент при диалоге властей с народом, которые говорят, ну, посмотрите на них, как же они могут защищать наш национальный интерес, если их финансируют там Соединенные Штаты Америки, Европа и так далее. Вот на этот вопрос ты бы как ответил, Виктор, вообще, что действительно позволяет вот и вашему изданию, и многим другим сохранять независимость? И действительно ли вы проводите, ну, скажем так, политику западного образца? У меня есть несколько историй на этот счет. Первая история про то, как нас с Ренатом, с другим основателем Клопа, однажды побили ГКНБшники в 2011 году в городе Ож. Они нас по ошибке задержали на одном протесте. И примерно час подвергали пыткам. А потом, когда по всему Твиттеру разлетелась информация о том, что мы с Ренатом потерялись где-то в застенках Ожского отделения ГКНБ, они перед нами извинялись страшно. И потом, когда мы выходили, потому что там уже возле здания собрались правозащитники, которые ждали, когда нас с Ренатом выпустят, один из ГКНБшников, короче, говорит, ну, а зачем вот вы гранты получаете от американцев? И Ренат с абсолютно невозмутимым лицом, только что недавно побитый этими же сотрудниками, говорит ему, ну, вы же нам не даете гранты. Вот. Но даже дело не в этом. Честно говоря, я не хотелось бы от государства нашего гранта получать, потому что тогда точно никакой независимости не было бы. Да и все равно у них денег нет. Но тут ответ безумно простой, на самом деле. Ну, во-первых, коммерчески очень сложно выжить в Кыргызстане любому СМИ, если оно при этом хочет сохранить действительно свою независимую политику. Если пытаться зарабатывать исключительно на рекламе или коммерческих деках, то тут ты столкнешься, ну, с двумя проблемами. Я думаю, что это все абсолютно медичники Кыргызстана знают не понаслышке. Проблема номер один. Рекламный рынок малюсенький, на самом деле. Не так, чтобы прям большие деньги и получилось бы зарабатывать. Это надо или совсем доминировать на рынке, прям очень сильно доминировать, вот, или, ну, как бы довольствоваться тем, что есть. А проблема вторая, еще более страшная. Даже если тебе удалось найти много источников дохода в такой классической капиталистической модели СМИ, то если власть хочет потом надавить на это СМИ, она просто идет к рекламодателю и говорит условному какому-нибудь мобильному оператору или банку, я не знаю, кому угодно, кто у нас основные рекламодатели, и говорит, что вот вы в этом СМИ больше не размещаете рекламу. И этот банк условный, этот условный мобильный оператор, они не будут отстаивать там интересы, свободу слова или СМИ, им вообще пофигу на это, они деньги зарабатывают. Поэтому они как бы скажут, ну ладно, нельзя так нельзя, и перестанут это размещать. Поэтому, к сожалению, вот в таких странах, которые тяготеют к авторитаризму, классическая вот эта капиталистическая модель СМИ, когда СМИ зарабатывает на бизнесе, у нее много других есть минусов в этой модели, но в том числе один из ее минусов, это в том, что она дает властям вот эту возможность, вот этот рычаг просто СМИ закрыть через вот такое давление, как бы через рекламу, да. И я кучу примеров таких видел, когда власти именно давили на рекламодателей, им даже не надо было на СМИ самодавить, они просто оставляли СМИ без денег. Огромное количество примеров, и в той же России такие примеры были, собственно, так пытались «Медузу» в то время спешить, и такие же примеры были в Казахстане, и в Азербайджане есть очень популярное издание «Мейдан ТВ», которое вообще не может абсолютно вся никакую рекламу размещать, просто потому что никто не хочет с ними рекламироваться, потому что они там, их Ильхам Малиев считает своими врагами, да. Вот. И значит, ну и остается вопрос, на какие деньги тогда вообще СМИ существовать? И я считаю, что, ну, моя любимая модель СМИ, те СМИ, которые я считаю по-настоящему независимы, это вот по-настоящему общественные как бы СМИ. И КЛОП таким и был с самого начала. КЛОП – это некоммерческое издание. Вот. И мы, на самом деле, с Ренатом абсолютно не разбогатели на том, что мы создали КЛОП. И нашей идеей было то, что мы хотим информировать общество. Информировать общество о тех явлениях и событиях, которые в Кыргызстане происходят. И это очень важная миссия, потому что если бы общество не было информировано, например, там, о преступлениях Реймбека Матреймова, я не уверен, что выборы бы в 20-м году вообще вот так вот аннулировались бы, и что вообще люди протестовали бы против того, что его партия заняла аж второе место на выборах, да? Или люди не были бы информированы о тех нарушениях, которые были на тех же выборах и так далее. Да, в конце концов, тот же Садурдж Апаров и не пришел бы без этого к власти. Но и вот я считаю, что вот такие общественные, по-настоящему общественные СМИ, это самая крутая модель, какая есть. По-хорошему, такие СМИ как бы финансируются налогоплательщиками, но при этом так, что государство никак не влияет на редакционную политику СМИ. В Кыргызстане была когда-то попытка такое вот общественные СМИ государства национального масштаба создать, да? Провадилась она просто феерично. В итоге у нас теперь вместо ОТРК опять НТРК или как он называется теперь. И поэтому по-настоящему общественные СМИ, это вот такие, как мы. Не только мы, разумеется, в Кыргызстане, к счастью, сейчас немало таких СМИ, которые вот в том числе выполняют вот такую важную общественную функцию. Но поскольку то, что мы расследуем, то, что мы освещаем, оно влияет и на другие страны тоже вообще-то, те же деньги Абдукадыра, я считаю, что это абсолютно круто, что нас поддерживают налогоплательщики США и Евросоюза. Это такое, я называю наши, те гранты, которые мы получаем, это наш такой краудфандинг американцев и европейцев. За то, что мы делаем безумно важную общественную работу, которая в том числе помогает выявлять тех бандитов, которые у них тратят деньги, заработанные в Кыргызстане. И в данном случае все донорские организации, которые в том числе финансируют блок, они выступают не больше, чем посредники. Они просто такие медиаторы, которые передают деньги народов, деньги народов нескольких стран. И они оплачивают люди в этих странах важнейшую работу, которую мы делаем. И эта работа называется находить в том числе, ну, много чего делаем, конечно, но в том числе находить вот эти грязные деньги, которые начинают свое происхождение в Кыргызстане, а потом заражают просто весь мир через покупку недвижимости, через открытие бизнесов, через всякие строительные бизнесы и так далее. Вот и все. И, собственно, на этом вообще изиждется абсолютно. Это основа того, почему мы получаем деньги таким образом, каким мы их получаем. Естественно, мы донорам тоже даем понять, что мы их воспринимаем именно так, на равных, что они медиаторы, которые передают нам деньги народа. Мы выполняем неблагодарную, очень сложную и рискованную работу по информированию и выявлению вот этих всех ужасных вещей, которые происходят в нашей стране. И, естественно, мы донорам сразу даем понять, что никакого влияния на редакционную политику нашу мы не потерпим. Ну и для того, чтобы избежать вообще зависимости, мы все эти годы старались максимально диверсифицировать наших доноров, чтобы у нас их было не один, а несколько. И в случае, если вдруг с каким-то донором возникнет какое-то разногласие или непонимание, чтобы мы всегда могли разорвать. И потенциал для этого был. Мы когда-то делали расследование про Wikileaks, утечку про посольство США, где посольство США в Кыргызстане в очень премном свете приставало. И при этом мы тогда были грант-получателями посольства США. Но мы для себя решили, что ну и что. Они реально облажались. И об этом надо писать. Поэтому и самое классное, что мы при этом НКО, эти все попытки принять какие-то законы про отчетность, да и так прекрасно налоговая наша знает, откуда у нас деньги и на что мы их тратим. Мы вообще одни из самых белых в этом плане с точки зрения бухгалтерии, организаций, вообще какие в Кыргызстане существуют, как и все другие НКО. Уж та отчетность, какую мы сдаем, блин, все бы так сдавали отчетность, все бы так налоги платили, как мы. Может быть, мы намного лучше жили бы. Викторий, не могу не спросить тебя, так как ты, ну, довольно близко был некоторое время назад связан с Грузией. Когда там пытались провести в парламенте аналогичный закон об иноагентах, ну, практически, что называется, восстала вся Грузия. Ну, какая-то часть людей вышла на улицы и активно протестовала против принятия этого закона. Скажи, на твой взгляд, а то у нас что-то подобное возможно, или все-таки для нашего общества, для нашей страны свобода слова, к сожалению, не является вот тем самым триггером, тем самым поводом выйти, защищать ее, как-то отстаивать ее? Я бы очень хотел верить в то, что в Кыргызстане будет такое же возмущение. Я не знаю, получится или нет. Честно говоря, в Грузии главным триггером был даже не сам, как такой законопроект, а бы на агентах, честно говоря. Главным триггером была Россия. И главным триггером для Кузин было то, что этот законопроект, во-первых, очень похож на, тоже был по своей концепции, по своему духу, на то, что в России принято. Во-вторых, то, что нынешняя партия, правящая партия в Грузии, что ее, как бы, многие грузины обвиняют в том, что она уж слишком как-то лояльна к России относится, особенно на фоне российского вторжения в Украину. И почему этот триггерит Грузин? Потому что у грузин, в отличие от нас, есть опыт войны с Россией. И до сих пор часть территории Грузии, по сути, оккупирована, де-факто, Россией. И у грузин, как бы, эта история настолько свежа в памяти, что, разумеется, любая, хоть какая-то маломальская попытка России как-то влиять на внутреннюю политику Грузии, воспринимается в Грузии очень болезненно, потому что, ну, слишком свежи травмы, связанные и с агрессией современной России, ну, и, конечно, в целом с историей колонизации, но, в первую очередь, именно с агрессией современной России, ну, и, в первую очередь, 2008 год. Поэтому, поэтому, это очень сильно мотивирует, это очень сильно мотивирует грузин поддерживать Украину. Притом, насколько себя очень странно и порой бесхребетно ведет грузинская власть сейчас, но, когда находишься в Тбилиси, просто, просто, я был, ну, очень сильно впечатлен огромной поддержкой, которую Украина получает. В Кыргызстане, к сожалению, история российской колонизации, она как-то немножко подзатерта и забыта. И последний раз, когда у нас прямое было вооруженное столкновение с Россией, наверное, это только вот 1916 год, Иркюин и так далее. Подавление, восстание против мобилизации кыргызов в российскую армию, да. Вот. И, естественно, это, ну, слишком давно было. И Россия не является настолько раздражающим фактором в Кыргызстане. И поэтому такие законопроекты, которые сейчас подвигают ей, естественно, под влиянием России это происходит, тут вообще просто никаких вопросов, мне кажется, и нет даже. Это, к сожалению, пока что наш народ не триггерит так сильно, как хотелось бы сейчас. А то, что Россия нападала на Грузию, а то, что Россия напала на Украину, это в Кыргызстане, мне кажется, до сих пор большая часть населения не понимает, во-первых, насколько это опасно для Кыргызстана и насколько это влияет на нас. И воспринимается это все как просто одна из войн, которые происходят где-то далеко. Может быть, так же, как война в Сирии. Может быть, так же, как любая другая война. война, которая в мире происходит. Хотя, как раз-таки, отличие в том, что на нас это очень сильно влияет. И поэтому в Кыргызстане, и при этом, естественно, в Кыргызстане есть протестный потенциал населения. Но пока что в основном главным триггером протестного потенциала в Кыргызстане была бедность. Была именно то есть, когда это прям затенит жизнь людей напрямую, тогда люди в Кыргызстане готовы протестовать. И готовы протестовать очень круто. И мы это видели в своей истории неоднократно. Но пока что законопроект об иногентах, наверное, напрямую не задевает людей большинство. Но просто что я хочу донести до людей в Кыргызстане, которые меня будут слушать, с этого все и начинается. Сначала он так не задевает, не задевает, но он прокладывает дорогу ко всему тому, что потом заденет всех людей. Поэтому выступать против этого законопроекта надо, и бояться выступать против него не надо. Потому что мы умеем бороться, мы умеем отставить свои интересы, я считаю, что мы должны это сделать. Спасибо огромное за мнение, доктор. Ну и напоследок еще одну инициативу госпожи Норматовой хотел с тобой обсудить. Недавно она заявила о том, что надо запретить молодежи Кыргызстана выезжать за рубеж, чтобы не ломать судьбы, не ломать жизни. На твой взгляд, это отвлечение внимания, то есть очередное какое-то такое, очередное заявление, которое призвано создать некий шум просто в обществе и в СМИ, чтобы отвлечь нас от каких-то главных тем. Или действительно тут есть что обсудить? Я не знаю. Слушай, я боюсь, что если анализировать все заявления госпожи Норматовой, то это просто, знаешь, это прям будет какое-то... Ух, ладно, я не буду говорить то, что чуть не сказал, короче. Сдерживайся, сдерживайся, Виктор. Да, да. Но просто это, во-первых, это идиотская абсолютно затея, и это, наверное, единственное, что я могу сказать по поводу заявления госпожи Норматовой. Надеюсь, что оно не больше, чем заявлениями, останется. Вот. И в нем просто кривая абсолютно логика, она просто нарушена вот с самого корня. Типа, какая-то борьба со следствием, а не с причиной. людей судьбы ломаются же не потому, что они за границу уезжают. Людей судьбы ломаются, наверное, потому, что им приходится уезжать из-за тех ужасных экономических условий, в которых Кыргызстан находится. И поэтому, к сожалению, наши граждане вынуждены в основном ездить и заниматься какой-то просто совершенно неблагодарной порой чуть ли не рабской работой. Еще и в основном в России, потому что особо-то и некуда больше ездить. Это тоже снова призыв мой к странам Евросоюза и особенно Евросоюза, наверное, чтобы они немножко пересмотрели свою миграционную политику и образователь. Я бы мечтал, чтобы люди из Кыргызстана наоборот ездили учиться и перенимали самый лучший опыт в самых лучших и успешных странах мира. А потом большая часть этих все равно вернется. Так работают законы, логики и природы и вообще всего. А если даже кто-то и не вернется, ну и ладно, я думаю, все равно люди смогут из-за границы, особенно в сегодняшних условиях, и будут очень сильно мотивированы развивать Кыргызстан и помогать ему становиться лучше. А если Кыргызстан станет лучше, то у людей потом появится мотивация вернуться на родину, тех, кто останется. И вообще появится мотивация именно куда-то ездить с той целью, чтобы чему-то крутому научиться и потом в своей стране это воплощать. Но люди не чувствуют себя в безопасности в Кыргызстане в целом, в жизни, и люди не чувствуют себя защищенными, и люди очень-очень бедные, блин, реально эта проблема огромная. И окей, давайте всех бедных людей тогда еще и возьмем и закроем в стране. И что после этого будет, я не знаю. Потом эти же бедные люди придут к норматовой сжигать здание парламента. Уже не раз же такое было. Поэтому я не знаю, чем они думают, это правда, к сожалению. Биктур, спасибо тебе огромное за содержательную конструктивную беседу. Хочется верить, что действительно наше гражданское общество отстает свои права. Закон об иноагентах не будет принят ни в какой форме, потому что ты абсолютно прав уже даже при имеющемся законодательстве ни правительстве на организации, ни коммерческий сектор, независимые СМИ отчитываются, что называется, дай боже каждому так отчитываться. Спасибо тебе. Напоминаю, что на связи с нами был Биктур Эскендер, журналист, основатель медийной и образовательной платформы Клуб Ки-Джи. Биктур, береги себя. Хочется верить, увидимся на вестипримой и благодатной кыргызской земле нашей родине. И вы, дорогие друзья, себя берегите и помните, что, может быть, да, к сожалению, в экономических условиях нашей страны так или иначе свобода не всегда стоит в первых строках того, о чем мы думаем. Но если мы не будем думать об этом сегодня, завтра может быть слишком поздно. берегите себя. Увидимся. Всего доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok